За шесть соревновательных дней седьмых международных игр «Дети Азии» юные спортсмены разыграли 106 комплектов медалей по баскетболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, художественной гимнастике, тэквондо, спортивной борьбе. Об этом в ходе отчётной пресс-конференции рассказали президент Международного комитета игр Владимир Максимов, директор дирекции игр Эльмир Валитов, главный судья Татьяна Горбунова и чемпионы, обладатели золотых медалей София Дьякова, Рустам Абдулаев и София Ефиценко. Главный судья Игорь Татьяна Горбунова поделилась своими впечатлениями о прошедших соревнованиях. Она отметила, что не на каждой Олимпиаде проводятся соревнования с таким размахом, как на седьмых международных играх «Дети Азии». Пройдёт время, и они будут вспоминать с большой теплотой о том, как они были во Владивостоке в свои 14-15 лет. И на самом деле, вы знаете, я патриот до глубины души, но я никогда в жизни так не болела за наших друзей. Мне так хочется, чтобы как можно больше наших содружественных стран взвывало медали, увезли их в свои страны, рассказали об этих играх, чтобы и география расширялась, и виды спорта расширялись, чтобы эта семья разрасталась. Также своими эмоциями поделились юные чемпионы представителей сборных команд Татарстана, Узбекистана и Приморского края. Я очень рада, что смогла в них поучаствовать. Я познакомилась с новыми людьми и даже из других стран. Это очень классно. Мне очень нравится. У меня очень хороший вожатый. Мы очень часто гуляем. С ребятами, да, тоже познакомился достойные ребята. Хоть, конечно, и заняли мы второе место на эстафете, зато были достойные соперники у нас. Перед каждым боем, когда ты выходишь, там кричат, хлопают, желают удачи. Вот особенно в финале я просто в шоке была, когда потом бой пересматривала, потому что во время поединка ты всего этого не слышишь, а потом на записях ты слышишь, как кричат там Россия, Соня и просто как мурашки пробегают. Напомним, седьмые международные спортивные игры «Дети Азии» продлятся до 8 августа. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.